Что нужно для того, чтобы купить новую машину? Ну, поднакопить немного, сходить в салон, день-два выбрать её, либо взять с рук, и машина ваша. А вот чтобы сделать её своими руками, тут история поинтереснее. Однажды Руслан Попов, будучи в командировке Манчегорске, наткнулся там на старый ГАЗ-24. Пообщавшись с хозяином, он решил выкупить автомобиль из чувства ностальгии, чтобы поездить на нём и вспомнить былые годы. Машина не доехала до Мурманска, сломалась ещё в пути. Энтузиаст решил починить авто и не смог остановиться. Начали делать, а там как-то захотелось её сделать лучше, красивее, приятнее. И помаленьку вот начали с кузова, потом занялись салоном, потом внутренней модернизацией, поставили более мощный двигатель, дисковые тормоза. Так появилось это хобби – реставрация машин, которым Руслан занимается вместе со своим компаньоном Александром. Он профессиональный автомобильный мастер. Увидев энтузиазм Руслана, с большим удовольствием стал ему помогать. Работы по ремонту и рестайлингу Александр считает своим давним и любимым делом. Какая была первая машина? Моя? Копейка. Копейка? Да. И как? Полтора года делали. Точно так же всё абсолютно. Потому что это первый самостоятельный проект, который хочется сделать. Полтора года и всё. В итоге один день покатался на ней. На работу над «Волгой» ушло около двух лет. Занимались ей в свободное от работы время и вкладывались по максимуму. А результат порадовал не только самих мастеров. Большинство говорило так, что вам, парни, делать нечего. Займитесь чем-нибудь полезным. Но, естественно, когда увидели результат, уже эффект совершенно другой. У людей стало понимание, что мы не просто так уходим в гараж по вечерам. Приходим грязные, уставшие. После завершения работы над «Волгой» 24-й модели, мастера поняли, что нужно затевать новый проект. Им стала «Волга» 21-й модели. Пока всё только на начальной стадии. Друзья раздумывают над тем, какой же желают видеть машину и что хотят изменить. Хочется отдать дань, так сказать, уважения. До сих пор не гнилая, крепкая машина, которая комфортабельная, в принципе. Ну, на то время. Это не «Лексус», но хочется на ней прокатиться и прокатиться уже как бы с другими ощущениями. Многие автолюбители, воодушевившись примером Руслана и Александра, тоже захотели приобрести старое авто и заняться их реставрацией. Такая идея выглядит интересно, однако, когда дело доходит до работы, руки у некоторых опускаются. Один товарищ хотел заняться реставрацией, увидел, ну, для этого нужно терпение большое. Это же не сделается за месяц, сел, поехал. Это каждый день ты что-то делаешь, делаешь, даже конца и края не видно. Теперь мы будем следить за успехами работы над «Волгой» 21-й модели и посмотрим, как со временем этот винтажный автомобиль преобразится, обретет новые черты и станет гордостью наших заполярных мастеров. Илья Курлучан, Сергей Расюк, ТВ21+.